Они пришли туда не красть, и получается, им нужно за что-то жить. Я потерял 4 килограмма. А деньги? Деньги... Можешь так с ноги ударить какого-нибудь представителя алкогольного отрасли? Если он проявит агрессию, то я буду такой же, как Джеки Чан. Я никогда в таком количестве средств не был. Когда я ложусь спать, мне его приходится запирать. Ну, то есть это просто неэтично. Это все очень просто. Задаешь мне просто любой вопрос. Я не знаю, наркотики, убийства и так далее. И чтобы я не отвечал, выносишь заголовок. Пожалуйста. Мы в феврале этого года записывали интервью. И у меня был такой вопрос. Видишь ли ты себя в политике? Есть ли у тебя политические амбиции? Ты сказал, что в долгосрочной перспективе я этого не исключаю. Но в краткосрочной точно нет. Я сейчас вот Smart S, Monobank. И вообще нужно заработать очень много денег предпринимателю, чтобы пойти в политику. Поделись, пожалуйста, секретом зарабатывания денег так быстро. Потому что спустя буквально несколько месяцев ты все-таки нашел в себе эти возможности. Ну, на самом деле два фактора. Во-первых, с тех пор, когда мы это обсуждали, действительно, там, Monobank начал приносить первые дивиденды. И вот эта возможность какое-то время не заниматься заработком, она действительно появилась. Причем более быстро, чем я рассчитывал. Потому что Monobank гораздо более быстро вырос в итоге, чем мы все рассчитывали даже в самых оптимистических сценариях. Тьфу-тьфу. Два года, кстати, поздравляю. Да, спасибо. И второй фактор. Мне действительно показалось, что сейчас такое окно возможностей. Можно попытаться стать частью вот этой истории, рывка, которую Украина наконец-то сделает. Ну, блин, я каждый раз, когда отвечаю на этот вопрос, оно звучит более пафосно, чем оно у меня в голове. Можно даже музыку какую-то наложить. Сделаем. Да, спасибо. То есть, действительно, мне кажется, что сейчас может быть такой крутой рывок. И если я буду частью той команды, которая обеспечивает этот рывок, это будет крутая история. Поэтому, когда я абстрактно рассуждал на тему того, что, может быть, меня занесет в какой-то момент в политику, я думал, через три года, через пять лет я приму участие. А тут, получается, жизнь внесла в коррективы, потому что появилась возможность, появилось приглашение, появилось вот это окно возможностей для Украины, как мне показалось. Поэтому я решил немножко ускориться. А кто это окно показал? Кто пригласил? Гончарук. Гончарук, непосредственно. Вы с ним до этого работали? Да. Ты сразу, кстати, ответ дал? Нет, не сразу, но достаточно быстро. Я не могу сказать, что это была совсем неожиданность, потому что мы с ним обсуждали гипотетическую возможность. То есть, тогда же у нас, если помнишь, была премьера Ада, еще не было понятно, кто станет премьером. Мы касались темы того, что если Гончарук станет премьером, то, может быть, я в этом как-то приму участие. Ну, в итоге он стал премьером и пригласил меня в команду. Когда человек начинает свой бизнес, он думает, что я сейчас буду хозяином своего времени, буду отдыхать, когда хочу и вообще. Но на самом деле он становится заложником сотрудников, клиентов, обстоятельств, вообще ответственности, которые он несет перед бизнесом своим. А когда этот предприниматель в политику идет, что происходит там? Вообще рабство? Свободы, конечно, гораздо меньше. Ну, то есть, во-первых, у меня появился начальник. Так. Это фактор, на самом деле. Это то, к чему нужно привыкать, на самом деле. Это то, к чему нужно привыкать. С другой стороны, конечно, нагрузки стало просто колоссальное количество. Ну, это одна из причин, почему я пришел туда идти, потому что я постоянно последний год чувствовал себя недозагруженным, если честно. Ну, здесь этой проблемы, мягко говоря, вообще нет. Вот. То есть, на самом деле, вот этот темп, когда ты работаешь по 4 часов в день, еще недавно было 7 дней в неделю, сейчас 6 дней в неделю. Конечно, это такое. У тебя есть выходные все-таки? Ну, вот я последние несколько недель пытаюсь сделать так, чтобы по субботам и воскресеньям было по полдня выходных. Потому что я прямо чувствую, насколько ниже продуктивность становится, потому что ты просто хуже начинаешь соображать. Если не секрет, как это время пытаешься использовать? Спорт. Ну, обычно я по полдня в смарт-тессе просто сижу, могу что-то читать или... Тебя все еще можно здесь найти, и если есть какие-то вопросы к министерствам разным, можно их задать во время сайкла. Ну, реже, чем раньше, конечно. Раньше-то я просто здесь постоянно был, потому что у нас в Киеве офиса не было. А сейчас, да, могу просто сюда прийти, не знаю, там, позавтракать, позаниматься спортом, почитать книгу, чтобы хоть как-то переключиться. Люди по-другому как-то относятся к тебе? Вроде нет, нет. Мне кажется, самое важное, что я к себе не стал по-другому относиться. Потому что у меня такое впечатление, что может быть такое, что ты, попадая в какие-то вот эти высокие кабинеты, начинаешь к себе по-другому относиться, а, соответственно, реальность вокруг тоже меняется. Если честно, мне очень сильно претит любая пафосность, которая может быть, может там присутствовать. Иногда я понимаю даже, что, наверное, я где-то могу хватануть лишнего. Вот, например, недавно у нас было голосование бюджета в парламенте. А так получилось, что мы еще не были уверены, типа, мы всем кабинам пойдем на это голосование или не всем. И я как-то что-то с утра очень сильно спешил и оделся черти как. Надел футболку, на нее пиджак, джинсы, потому что я не предполагал, что я буду выходить в свой кабинет, а думал, у меня весь день будут внутренние встречи. Знаешь, такому случится, что мы пошли в парламент в этот день на голосование бюджета. Два дня после этого весь интернет обсуждает о том, что как вообще дубилет смело прийти в парламент, такое неуважение к институту власти. Вот, и на самом деле я понимаю, что я тут немножко упустил. Но в остальном я считаю, что вообще, наоборот, кабмину нужно быть во многих вещах проще. Многие бизнес-процессы, они могут быть усложнены не потому, что этого требует логика, а потому что, ну как же, это же кабмин, тут должно быть все сложно по определению. Человек, который привык раньше, действительно, как ты, там, футболочка, ну, пиджачок, может быть, кроссовки, джинсы. А сейчас ты это все-таки себя контролируешь? Вообще дресс-код у вас обсуждается как-то? Нет, дресс-код не обсуждается. Ну, то есть я понимаю, что чуть-чуть более формально пытаюсь одеваться, но не очень получается, потому что я так и не обновил себе гардероб после того, как вдруг переехал в кабмин. Поэтому приходится пользоваться той же одеждой, в которой я ходил до этого. Вообще работают ли принципы, правила бизнеса, вот, в политике, в госуправлении? Да, мне кажется. И что из этого ты туда перенес? Ну, на самом деле, очень многое из бизнеса можно и нужно переносить туда. То, как ты проводишь совещания, то, как ты нанимаешь людей, то, как ты стимулируешь людей, то, как ты, не знаю, организовываешь контроль выполнения задач, то, как ты организовываешь документы оборот. То есть, на самом деле, принципы, они везде одинаковые. И вот есть просто большая организация, которая ставит перед собой какие-то цели, люди, которые в рамках этой организации взаимодействуют, и принципы, по которым ты должен управлять этими людьми, они, ну, это универсальные истины. И на самом деле очень много вещей, к которым я привык в бизнесе, но я вижу, что их можно и нужно внедрять в Кабмине. Ну, я, собственно, пытаюсь это делать. Давид жаловался, что сейчас он не может... В бизнесе можно влиять на людей, потому что они твои подчиненные. Ты можешь их мотивировать, можешь демотивировать, можешь увольнять, можешь нанимать. Во фракции так не работает, потому что ты не можешь их уволить. У тебя, я так понимаю, ты тоже работаешь с большим количеством людей, на которых ты не имеешь влияния. Да, это, наверное, ключевое, безусловно. Я тебя уволю, если что. Один из первых законов, который в сентябре, я в том числе работал над ним, заключалось в том, что мы сделали чуть-чуть легче возможность увольнения госслужащих. Причем это касается как высших категорий, так и категория Б и В. Потому что, действительно, раньше это была фактически данность, и практически никого не мог уволить. Очень сложно работать с подчиненными, когда над ними не висит вот этого дамоклого мяча. Тут, конечно, есть определенное отличие от бизнеса, потому что, ну, все-таки госслужба, это определенная преемственность должна быть, то есть люди не должны зависеть от того, что приходят и уходят политики. То есть такая буква тоже есть, но эта буква более справедлива, наверное, к более таким уже развитым странам. А сейчас, когда вот мы приходим, ну, то есть мы видим, насколько много всего нужно исправлять, и, к большому сожалению, то есть мы вынуждены идти на такие достаточно массовые обновления кадров, потому что очень многие его служащие, они просто, ну, абсолютно были неэффективны или работали там по каким-то другим, с какой-то другой мотивацией. Поэтому вот мы в сентябре приняли закон, который позволяет несколько легче увольнять людей, и в этом плане тоже мы чуть-чуть приблизились к бизнесу. Кстати, в связи с этим и в связи с прочими какими-то решениями, и вообще тем, что ты ушел в политику, стало больше врагов? Или назовем их так, хейтеров, вот людей, недопожелателей? Да, безусловно. Ну, есть огромный пласт населения, которое тебя ненавидит по умолчанию. То есть если ты в политике, то они тебя ненавидят по умолчанию, они считают, что ты туда пошел красть, и, в принципе, я их не осуждаю. То есть 29 лет независимости Украины приучили людей к тому, что, ну, действительно, люди, которые занимаются политикой, они, скорее всего, вурдалаки какие-то. Вот, ну, что ты будешь делать? Но я очень постараюсь своими действиями показать, что в моем случае они ошибаются. Ну, это тоже иногда непросто, потому что люди, вот если они приняли решение, то им уже сложно пересмотреть его, да. Стереотипы менять. Дорого быть министром? Тебе вряд ли хватает зарплаты, которая, там, сколько у тебя зарплаты, кстати? 15 тысяч. 15 тысяч гривен? Да. Плюс там надбавки и премии, там, до 30-40 не могут доходить, но я попросил меня поставить нулевые. На самом деле есть большая проблема с зарплатами, и на самом деле есть много и министров, и замминистров, которым надо бы зарплаты ставить намного больше, потому что, ну, то есть они пришли из частного бизнеса, они привыкли к высоким зарплатам, они пришли туда не красть, и, получается, им нужно за что-то жить. И это, блин, очень непростой разговор, который мы сейчас ведем внутри Кабмина, как, блин, ну, то есть как честно объяснить обществу, что нужно поднимать зарплаты. Чиновникам? Ну, хотя бы топ-чиновникам, которые, ну, очевидно, могут получать очень высокие зарплаты, которые привыкли к высоким зарплатам, потому что они пришли из частного бизнеса. Но как бы мы не формулировали эту мысль, всегда условный электорат может ответить, как вы можете назначать им такие большие зарплаты, когда учителя получают 10 тысяч гривен, или 7 тысяч гривен. Это очень непростой диалог. Тебе на сколько финансовой подушки хватит работать во власти? Я думаю, что пару лет точно хватит, это там будет видно. Ты повел кого-то за собой из бизнеса еще? Да, но не так много, как хотелось бы, потому что мое же ключевое окружение – это коллеги из Монобанка, но мы с коллегами договорились о том, что практически все остаются в Монобанке. Хэт-хантингом заниматься? Хэт-хантингом заниматься нет. На самом деле есть несколько человек, с которыми я договорился. Один из моих замов – это Юлия Гусева, мы с ней работали когда-то в приватбанке. Она занималась колл-центрами, оперцентрами, и на самом деле огромный блок работы по тому, чтобы операционализировать процессы, связанные с обращениями граждан, со звонками граждан, потому что, я не знаю, там этим занимается чуть ли не 10% чиновников в Кабмине. Ну, то есть я ее мотивировал крутыми интересными проектами, должностью замминистра – это тоже чего-то стоит. А деньги? Деньги, ну, там она пошла на какие-то компромиссы по деньгам, но я надеюсь, что в итоге она не сильно проиграет. Есть еще один коллега, с которым я работал в Монобанке, вот он тоже со мной предварительно переходит – Вадим Ходок. Надеюсь, что он, как бы, тоже скоро к нам присоединится. Как коллеги из Монобанка отнеслись в целом к решению? Мойму? Да. Ну, с одной стороны сложно, но с другой стороны очень поддержали. Поддержали в смысле не то, чтобы они хотели, чтобы я это сделал, но когда они увидели, что я хочу это сделать, я им благодарен, они меня очень поддержали. Какие были сложности вот этого периода? Что в этот момент происходило в компании? Я не могу сказать, что с точки зрения процесса что-то пострадало, потому что у нас же такая компания, то есть у нас ариапак бизнес-партнеров. Да. И если просто вдруг какого-то бизнес-партнера не встает, ну, просто в дискуссиях принимают на одного человека меньше. Вот, поэтому я не могу сказать, что уж какие-то бизнес-процессы от этого сильно пострадали. Ну, там, может быть, были какие-то вещи, за которые больше отвечал, чем другие бизнес-партнеры, но ничего такого. То есть это из-за того, что у вас изначально была... Да, у нас очень устойчивая конструкция. На самом деле, мне кажется, что там, если один-два бизнес-партнера вдруг выйдут из бизнеса, то практически никто этого не заметит. Ну, окей, будет меньше крутых идей, может быть, какие-то фишки будут менее интересны, просто потому что, когда меньше мнений, меньше людей что-то обсуждают, в итоге качество может быть чуть ниже. Но я думаю, что глобально ничего от этого не меняется. Продолжают советоваться с тобой по мере возможностей? Нет, нет, нет. Ну, для меня это принципиальная позиция. Ну, то есть это просто неэтично. Я так понимаю, это произошло как раз в момент, когда ты планировал уезжать в Лондон на какое-то время, чтобы уже окончательно запускать. Да, зачем-то квартиру оплатил несколько месяцев. Ну, как зачем-то, я по-другому не мог туда переезжать. Пропали деньги, жалко. Там никто сейчас не живет? А? Никто не живет. Подождите, я правильно понимаю, что сейчас есть в Лондоне оплаченная хата и туда можно прийти? Нет, там у меня был 2 months, ну, как бы за 2 месяца можно расторгнуть, я типа оплатил, а потом через неделю говорю, а теперь я готов расторгать. Вот, и как бы она 2 месяца там простояла, но вот конец октября. Все уже, да? Уже все, простите. Твой рабочий день когда заканчивается? Примерно в 20? В 23 с чем-то. В 23 с чем-то? Да. Какие привычки ушли? Вот спорт, я так понимаю, пытаешься, книги… Спорт у меня был 5-6 раз в неделю, стал 1 раз в неделю в лучшем случае. Это, ну, кстати, это… Вроде все окей. Спасибо, но нет. Ну, то есть я потерял 4 килограмма. Да. Так у меня половина вещей, реально, я их не могу надевать, потому что они как бы на мне висят теперь. Вот, я теперь думаю, как вообще обратно прийти в форму. В бизнес планируешь вернуться? Видишь ли ты себя дальше только чиновником, госслужащим или… Нет, конечно, в далекой перспективе я хотел бы вернуться в бизнес. Такой же далекой, как в прошлом интервью. Смотри, я не знаю. Я не знаю. То есть сейчас, конечно, все мои мысли о тех проектах, которыми я сейчас занимаюсь. Какие же слова были в феврале? Все мои мысли со Smart S, все мои мысли в политике. Важно себя планировать на 5 лет и с уверенностью как таран идти к этой цели. Но, с другой стороны, всегда нужно быть гибким. Если вдруг цель поменялась, с такой же уверенностью разворачиваться и идти туда. А что тебе, кажется, изменилось по сравнению с окном возможностей, которые открывали в 2014 году, когда тоже пришли? Во-первых, мне никто не предлагал присоединиться. Конечно. С другой стороны, тогда у меня было и меньше опыта, и меньше уверенности, и меньше той же финансовой подушки. Тогда это была совершенно другая ситуация. Давид говорил, что он испытывает огромный стресс сейчас, и, по сути, он не сильно кайфует от того, что он делает, потому что в бизнесе ты принимаешь решения, и их результат виден очень быстро. В политике, надо сказать, что это все-таки разные виды политики, он депутат, ты в Кабмине, и он, кстати, говорит, что ты, скорее всего, кайфуешь гораздо больше от этого. Ну, давай это развенчаем или подтвердим. То есть, вот, твое удовлетворение от того, что ты делаешь, провожешь 14 часов в день? Двояко, да. Двояко. С одной стороны, я действительно кайфую, потому что те проекты, которыми я занимаюсь, мне они безумно нравятся, потому что я вижу, что это может иметь крутой эффект на общество, на качество жизни в Украине и так далее и тому подобное. Но, с другой стороны, стресса, конечно, стало гораздо больше. Просто вот ты постоянно находишься в этом стрессе, это, ну, это очень новая водная для меня. То есть, я, ну, я никогда в таком количестве стресса не был. Ну, два с половиной месяца я работаю, и фактически каждый день ты в таком, знаешь, что ты внутри вот так прямо засасываешь, ты прямо чувствуешь, как ты не можешь. Вот. Ну, это, это, судя по всему, такая какая-то новая константа, что ли, по сравнению с тем, что было в бизнесе. В бизнесе, конечно, стресс тоже был. То есть, конечно же, там и в монобанке, и в нашем британском проекте периодически возникают ситуации, когда ты переживаешь, когда ты не понимаешь, как поступить. Вот. Но там это было, условно говоря, раз в неделю, а тут это раз в час. Поэтому, да, это отличие. Как с этим работаешь? Да, этот... Ходил к психологу уже? Нет, но я недавно себе скачал это приложение для медитации. Периодически, когда совсем хреново, я прошу, дайте мне 10 минут, я закрываюсь и в течение 10 минут слушаю это приложение. Кстати, чуть помогает. Как называется? Headspace. Headspace. Там какая-то музыка или что, какие-то мантры? Там музыка и такой спокойный голос, там, говорит, о чем тебе сейчас нужно думать, на чем концентрироваться. То есть, оно как-то работает. Какие законы принимают... А, ты не законы принимаешь. Кстати, был этот... У Пелевина был такой роман, когда они встроили, по-моему, через дантиста, какому-то американскому президенту, колонку маленькую. И сделали вид, что это Бог с ним говорит, и таким образом влияли на то, какие он решения принимает. Видишь, Пелевин вообще такой интересный чувак. Многие вещи, о которых он писал... Один из моих любимых писателей. Стало известно недавно, что ты попросил себе госохрану. Ее сейчас, кстати, пока нет, когда мы записываем. Ну, я, кстати, судя по всему... Откажешься? Не откажусь. Я решил, что я за свой счет все-таки личную охрану найму. Потому что оказалось, что это целая эпопея нанимать госохрану. Там мне сказали, что чуть ли не спецоперация из-за этого возникнет. 8 человек будут за мной заниматься, передо мной ходить, после меня ходить. Ну, как-то мне стало неловко. Кушать твою еду? Что-то в этом духе. Ну, то есть, это оказалось гораздо более грандиозно, чем... А можно со мной, там, пару человек походит какое-то время. И расходы для государства, и вообще как-то я... Ну, мне неловко, что на меня столько ресурсов буду тратить. Поэтому я сказал, смотрите, давайте я лучше за свой счет найму охрану, потому что оно того не стоит. Ты почувствовал, что есть опасность для жизни? Это был компромисс с моей семьей. Ну, то есть, там не было прямых угроз, но были определенные сигналы, по итогам которых я решил, что я могу пойти на компромисс со своей семьей и какое-то время походить с охраной. Ну, а сам ты не чувствуешь такой необходимости, да? Если бы не семья, я бы не ходил с охраной. То есть, ты чувствуешь, что ты можешь дать отпор любым бандитам? Мне кажется, что когда ты занимаешься технологиями правильными, в первую очередь, то мне кажется, что опасности меньше. То есть, одно дело, когда ты, там, не знаю, борешься с конкретным, я не знаю, там, человеком, а другое дело, когда ты внедряешь технологии, в результате которых и этот человек, и многие другие, там, получат меньше возможности заниматься криминалом. Немножко разные вещи. Но все равно, с другой стороны, там, мы сейчас, в том числе, работаем с силовыми органами, с генпрокуратурой, с СБУ, с налоговой милицией, потому что бы работать и по конкретным фамилиям, по конкретным производствам. Вот. То есть, все-таки, там, полностью отгородиться технологиями не получается. Потому что, если я сказал, что, там, это моя зона ответственности, добиться того, чтобы в следующем году было несколько миллиардов гривен больше бюджетных отчислений за счет акцизов, то, получается, нужно не только с технологиями работать, но и с силовиками. Ну, ты драться умеешь? Что? Драться умеешь? Я в детстве занимался боксом, кикбоксингом какое-то время, поэтому, в принципе, умею. Но не то, чтобы это был фактор. Смотрел в детстве, там, фильмы с, не знаю, с Джеки Чаном? Конечно, смотрел. Я помню, как я смотрел. Ниндзя? Потом принимал решение, что я буду такой же, как Джеки Чан, вот, но не срослось. То есть ты сейчас можешь так с ноги ударить какого-нибудь там представителя алкогольного отрасли? Нет. Если он, конечно же, проявит? Если он проявит агрессию, то, ну что, обороняться придется. Значит, есть моральная дилемма такая, и очень интересно твой взгляд на это. Представь, что ты машинист поезда, и у поезда отказали тормоза. То есть он мчится, и ты не можешь его остановить, ничего не можешь с этим сделать. И так как ты сейчас едешь, на этой колее пять человек находятся, они не могут сдвинуться. Но ты можешь сделать перевод колеи, и он пойдет на колею, где один человек, девочка, и пять человек. Да. Является ли этичным в данной ситуации перевести поезд на другую коле? Это же классическая задача, которую сейчас те, кто занимаются производством автопилотов для машин, то есть они ее пытаются сейчас решить вообще. Как, где вот это... Кого этичнее убить? Тут же может быть еще более сложная задача. Ты несешься на пять человек, и ты можешь свернуть на колею, на которой никого нет, но бетонная стена. И ты как бы выбираешь между этими пятью людьми и тем, чтобы убить себя. Какой-нибудь Tesla-мобиль, они программируют автопилот. Вот ты едешь по краю оврага, впереди куча людей, ты можешь в них как бы влететь со всей дури. Да. Либо машина может автоматически тебя свернуть в овраг, и ты никого не убьешь, но зато сам убьешься. Вот как вот эту этическую задачу решать вообще? Вот я хочу понять, я хочу разобраться. Я вот эту тему поднял как раз из-за беспилотников. Да, да, да. Был случай, когда автомобиль Uber беспилотный сбил на дороге женщину, которая толкала перед собой велосипед, переходила не в положенном месте, и автомобиль поздно это опознал и врезался. И как бы кто виноват? Государство, которое разрешило беспилотники, инженеры Uber, которые вносили какое-то изменение в софт, меняли что-то. Водитель, который в это время сидел за рулем и отвлекся. Это беспилотник? Нет, это был с водителем. С водителем? Там был водитель, да. Там же в том числе скандал был в том, что он отвлекся. Окей, допустим, водитель, ну и в принципе же мы говорим о проектах беспилотных полностью, или производитель автомобиля, там Volvo это был, который создал его. Да. Ты прямо чувствуешь, что как бы не дал ответ на твой вопрос, это может очень крутой заголовок быть. Когда? Кого убьет Дима Дубилет? Нет, вообще, как правильно, кого? Кто должен пострадать? Меньше людей? Ну, очевидно, меньше людей. Меньше людей, то есть по количеству определить? Ну, по количеству, да, наверное. То есть не то, что там девочка и пять стариков, например. Да, но это же очень… А, пять стариков, да? Смотри, а вот тут уже совсем становится сложным. Да. Почему? Ну, потому что ты говорил просто пять людей или один человек? Ну, усложнять же можно, ну, допустим, есть пять стариков, которые там завтра, сори, могут и так уйти в другой мир. Да. И девочка молодая, у которой все впереди, но она одна. Угу. Ну, наверное, с точки зрения мыши чисто теоретическая. Естественно. Никто бы не хотел из нас… Ты должен в голове построить условную модель. Наверное, нужно стремиться к тому, чтобы максимизировать количество прожитых дней. То есть если совокупная жизнь вот этих стариков будет меньше, чем теоретическая совокупная жизнь в будущем у девочки, то можно сбивать стариков. Вот это, наверное. Очевидно, что мы мчимся на этом поезде или, надеюсь, не на этом, в будущее, где с этим мы все чаще будем общаться. И похоже ли вообще то, что ты сейчас делаешь на этот поезд? То есть когда непонятно, куда ты летишь, что происходит и кто может пострадать. Я бы сказал, что вот в случае с развитыми странами часто действительно непонятно, что делать. Могут быть разные модели, разные идеологии, политики могут спорить, приходит Обама, принимает Обамакэр, приходит Трамп, отменяет это. Ну, и там каждый раз какие-то политические дебаты. А в случае с Украиной вот этой неизвестности гораздо меньше, потому что все настолько, блин, очевидно, что нужно делать. Настолько понятно, как бы, почему наше государство не может добиться, черт возьми, этого успеха, что вот, к счастью, здесь пока что процент неопределенности не такой, как в случае, наверное, с более развитыми странами. То есть вы сейчас просто вычищаете эту неэффективность, которая есть? Вычищать неэффективность, ну там делать какие-то вещи для того, чтобы рыночная экономика нормально взлетела, уменьшать государственный сектор. Не знаю, там сокращать госаппарат. Ну, то есть есть много каких-то абсолютно понятных вещей, которые вроде как с 91 года нужно было делать, но в силу самых разных причин не делались. Диджитализация, опять же. Диджитализация, конечно. Я всегда с улыбкой вспоминаю твой пост о том, как ты порезался бумагу, когда обсуждал, что ее должно быть меньше. Да, это смешно было, кстати, да. Я знаю, ты не любишь личные вопросы, но ты сам в июле сделал этот пост в Инстаграме, объявила то, что ты разводишься с Катей. А потом через месяц ты сказал, что ты идешь в политику. Я почему-то эти вещи связал. Насколько я был неправ в этом? Неправ, неправ. Ну, то есть на самом деле с Катей мы до этого поста разошлись, но мне показалось, что если об этом официально не объявить… Я просто очень удивился. Ты человек, который не очень любишь говорить об этом, но ты сделал пост в Инстаграме. Смотри, я не люблю об этом говорить. Можно же было не писать. Да, нельзя было не писать, потому что у Кати начиналась какая-то другая личная жизнь, у меня начиналась какая-то другая личная жизнь. Я подумал, что если официально об этом не объявить и кто-то увидит Катю или меня на свидании с кем-то другим, то это может быть воспринято плохо. И поэтому я пошел на то, что нужно сделать официальное объявление, потому что иначе были бы какие-то неправильные разговоры. У нас хорошие дружеские отношения. Как она отреагировала на твой поход в политику? Была от нее какая-то реакция? В целом, когда мы с ней обсуждали это, когда мы были женаты, она теоретически была против этого. Она вообще считает, что публичная жизнь – это не самый идеальный формат жизни. Публичная, политическая? Да, публично-политическая. Но, с другой стороны, Катя, будучи хорошей женой, поддерживала меня во всех моих стремлениях, как и я ее. Но ввиду того, что решение пойти в политику стало уже после нашего развода, это уже не такой фактор. А у кого остался Кот? Кот переехал к директору нашего клуба Smart S. У Вити? У Вити, да. А там, кстати, интересная история. На самом деле, мы когда развелись, Кот опять переехал ко мне. А потом, когда я ушел в кабмин, мне показалось, что он совсем заскучал, потому что там я вечером прихожу, ложусь спать, утром проспаюсь, сразу ухожу. И получается, что, когда я ложусь спать, мне его приходится запирать в дальней комнате, потому что он громко орет и не дает мне спать. И получается, что он весь день в квартире сам, а потом, когда я прихожу, я его еще и запираю куда-то. Мне показалось, что это очень негуманно, и поэтому мы с Котом договорились о том, что он переезжает в лучшие условия. Я хотел бы попросить твоего совета. Смотри, мы сейчас, ну ты знаешь, мы занимаемся созданием франшиз. Мы сейчас делаем один сервис, экспресс-франшиза, чтобы эту историю больше популяризировать, как такой способ более безрискового старта бизнеса. Это именно сервис. И мы там добавили то, что ты любишь называть слоем юмора. У нас не кот, у нас собачка, у нас мопсик. О, круто. Мы, кстати, когда разрабатывали животного к нам в приложении, то один из вариантов был собачка, причем именно мопсы. Мопсы классные. Мопсы классные, да, их тоже все любят. Я их полюбил после «Людей в черном», по-моему, там был такой мопс, говорящий, по-моему. Да, да, да. Очень прикольный. Ты, кстати, какие-то мультики в детстве смотрел? «Том и Джерри» или «Ну погоди». Да иди, 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 да. Я помню, что очень любил вот эти мультики Одесская, кажется, мультипуляционная студия, «Остров сокровищ», «Капитан Врунгель» и так далее. Ну и, да, уже «Том и Джерри» у меня тоже были, да. Как правильно работать с этим слоем юмора? Вот у нас есть, например, этот песик, но мы не очень понимаем, как нам его оживить. Ну, нужно просто пригласить остроумных людей. Ну, то есть, получается, это должен быть симбиоз людей, которые, по сути, глубоко понимают, что у тебя происходит в бизнесе, и люди, которые обладают юмором. Они должны что-то говорить, эти песики, вот как у вас там есть? Нет, у нас же код не говорит. Я бы сказал, что ключевое – это текст. Это тексты интерфейсов, это тексты e-mail, сопроводительных сообщений. То есть юмор должен быть ненавязчивый, поэтому говорить или, тем более, вписывать в речевые модули сотрудников юмор нельзя, потому что его становится слишком много. А какой-то текст, который ненавязчиво где-то находится, это… Ну, смотри, вот у нас, когда есть там ошибочка какая-то, написано «Прости хозяин». Есть какой-то текст, что произошло, и мопсик грустный. Ну, супер. Это в том направлении мы двигаемся? Ну, это какая-то ошибка там произошла. У вас тут запятая пропущена. Ах, спасибо. Мы еще не давали это на коррекцию, но… …если нужна подработочка, я так понимаю, сейчас зарплата не очень большая, может. То есть это правильное направление, да? Такой юмор, ошибка. Да, единственное, что… Ну, как бы она смешно, но я не понял, как ты попадаешь на эту страницу? Важно, чтобы юмор не заслонял за собой суть. То есть, у меня такое впечатление, что, когда попадаешь на эту страницу, ты не сразу понимаешь, что происходит. Ну, это прикольно. Это прикольно, молодцы. На самом деле, это же ошибка, что государство должно всем заниматься, как говорит, кстати, Алексей Гончарук, типа, кому будем добро творить. Вот. То есть, на самом деле, роль государства должно быть менее патерналистской, чем сейчас есть. То есть, мы должны вмешиваться в меньшее количество сфер. А в чем принципиальная тогда функция? Вот быть этим судьей, направлять пилотник или беспилотник? То есть, нужно вмешиваться только в те сферы, где действительно там роль государства необходима. Но сейчас, как бы имея наше советское наследие, конечно же, государство в нашей жизни и в жизни бизнеса гораздо больше, чем следовало бы стране с рыночной экономикой. Ну, то есть, конечно, есть какие-то там стимулы, которые можно направлять на развитие той или иной сферы. Но, повторюсь, сейчас настолько более базовые задачи, которые нужно решить, что вот это уже… То есть, я бы сказал… Это уже роскошь. Не то, что роскошь, но нам нужно сконцентрироваться на то, чтобы у нас дороги были нормальные. Когда ты строишь дороги, там мультипликатор сумасшедший. То есть, это вклад в экономику идет такое, что оно само по себе может там ВВП достаточно серьезно поднимать. Это штука из бизнеса. Вот есть куча параметров и некоторые из них дают большой рычаг, а некоторые просто… Да, это понятно, экономические расчеты могут быть. То есть, на самом деле, в каждой отрасли есть примерное понимание, какой мультипликатор это даст. То есть, ты инвестировал условную гривну и в итоге, насколько благодаря этому вырастет ВВП или вырастет экономика. Просто строительство в целом, дороги, там высокие технологии, образование, кстати, хотя это более долгосрочная штука. Это то, что дает достаточно большую отдачу. К сожалению, там то, что не дает никакой раздачи, это, например, повышение социальных стандартов, когда ты там платишь пенсии, когда ты платишь зарплаты и так далее. Но, конечно же, государство должно вынести свою социальную функцию. И получается, что всегда политики на вот этой растяжке находятся. То есть, можно деньги направить на какие-то социальные стандарты. И это тоже важно, потому что, ну реально, что низкие зарплаты, низкие пенсии, как бы это нужно поддерживать. Но, с другой стороны, если ты эти деньги направишь на какие-то капитальные инвестиции, то это приведет к тому, экономика будет выше. И, в итоге, это тоже повысит вот эти социальные стандарты, но немного с отложенным эффектом. Временной лаг выше всегда? Да, вот это временной лаг. И получается, что всегда, когда мы принимаем решение по тому, куда направлять усилия, куда направлять бюджет, это вот такой баланс между вот этими социальными вещами и капитальными вещами. Мы утвердили программу действий правительства. Она написана на пять лет вперед. Сейчас мы ее перерабатываем уже в план действий правительства. Можно рисовать это будущее через пять лет? Что это будет? Ключевое плюс сорок процентов ВВП. Вот то, что мы поставили себе на знамя, это экономика должна вырасти по принципу пять, пять, семь, семь, семь процентов в год. Достаточно большие темпы. Если мы сможем это сделать, то это будет плюс сорок процентов через пять лет. Ну, все работаем над этим. Хорошо, давай блиц. Давай. Он сложный. Сложный? Ну, этот, у тебя же эфирное время ограничено, поэтому, если я буду тупить, ты просто порежешь, и не будет видно, что я думаю по минуте над каждым вопросом. Давай, легализация проституции или марихуаны? Можешь объяснять. Нет, так в чем вопрос? Или, или. А, то есть нужно выбрать, легализовать проституцию или марихуану? Вот еще недавно, не задумываясь, ответил. А сейчас, когда у меня политическая роль, я понимаю, что это сложно ответить. Скажем так, западная практика свидетельствует о том, что для экономики эти решения приносят много пользы и уменьшают социальный вред. Однако это тот диалог, который нужно провести с обществом. Черт, я прямо сейчас, я прямо сейчас со стороны услышал. Чувствуется, что чинушей потихонечку становишься. Монобанк или приват? Монобанк, конечно. Ну не знаю, худи или пиджак? Пиджак. Пиджак все-таки. Я худи как-то, кстати, почти не носил. Да. Спасибо. Спасибо. Так, ну что, да, а какое мы выберем название для интервью? Ну, убийство девочки, очевидно. Убийство девочки, да. Ну, хотя наркотики тоже. Не смог выбрать марихуану или проституток, да? Есть какие-то совсем циничные вещи? Например, я читал… Это была статья «Икономисты». Я не говорю о том, что это правильно, но циничная мысль автора заключалась в том, что люди, которые курят, они умирают как раз чаще в возрасте, когда у них начинается пенсия. И получается, они всю жизнь работают, а потом как бы государство не тратит деньги на пенсию. И поэтому с циничной точки зрения государство может быть неэффективно бороться с курением. Потому что с одной стороны оно собирает акцизы, а с другой стороны люди пенсионного возраста из-за этого умирают. И что вот правильное является? На самом деле правильное – это же максимизация условного счастья людей. То есть ты не можешь сводить всю свою работу к росту экономики, наполнению бюджета. То есть твое мерило успеха – это условное счастье. Имеется в виду в первую очередь здоровье, образование, чувство справедливости. Это, кстати, в том числе и ООН, которая считает, что есть, как считается вот этот Global Happiness Index. Серьезно? Я не знал даже, что такое существует. Да, да, да. И какой в Украине Global Happiness? Во второй сотне. Украина не очень счастливая страна. И поэтому, конечно же, с этой точки зрения тебе важно работать не только над экономикой. То есть можно оцифровать счастье? Да, так и в третьем счастье. Блин, как это я? Целый мир пронесся мимо меня. Так подожди, а разве это не будет тогда KPI более правильным, чем ВВП? Через пять лет сделать не плюс 40, но на это просто очень комплексный показатель. Очень комплексный показатель. И на самом деле абсолютно большинство этих показателей имеет прямую корреляцию с ВВП. Вот я помню еще, когда я учился, получал MBA в Англии, у нас был курс макроэкономики, и мы там рассматривали отдельные показатели, которые характеризовали качество жизни в той или иной стране. И во всех этих показателях корреляция с ВВП 0,9 минимум. Здоровье, экология, образование, вот тут что ни возьми, все имеет прямую корреляцию с экономикой. Что логично, чем ты богаче, тем ты более эффективен или счастлив по всем другим параметрам. Поэтому, конечно же, можно говорить, что мы там занимаемся счастьем в целом, а можно сказать, что смотрите, все равно это черт возьми про экономику в первую очередь, поэтому мы фокусируемся очень сильно на экономике. Поднимется экономика, поднимется все остальное. Свой рейтинг счастья можешь оценить в процентах? 95%. Класс. А до похода в политику? 95%. Ну, то есть я пытаюсь строить свою жизнь так, чтобы быть максимально удовлетворен тем, что я делаю, но с другой стороны, абсолютно счастливым тоже никогда нельзя быть, потому что это очень похоже на расслабленность. Всегда должен быть, помнишь чеховский рассказ «Крыжовник»? Так, тут Чехов говорил, что у каждого счастливого человека должен быть человек за дверью, который молоточком ему стучит и напоминает про все те горести, которые происходят за его… Стеной. Да, за его счастливой стеной. Поэтому говорить о том, что на сто процентов счастлив никогда нельзя. Субтитры создавал DimaTorzok Вовсе! Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...